Если у вас нет сил что-то делать, значит вам не хватает друзей, которые это делают. Потому что хорошая судьба передаётся только через людей. Как аромат цветка, от одного цветка к другому происходит опыление. Так должна психика человека опылиться для того, чтобы он дальше продолжал делать то, что он уже не может сейчас, потому что нет сил. Запомнили? Это от человека к человеку приходит. Вот, допустим, вы меня внимательно слушаете, вам силы придут действовать так, как я живу. Но если вы будете слушать очень внимательно какого-нибудь сводки новостей, как всё плохо в стране, как всё печально, то тогда у вас кончатся силы. Понимаете? То есть вы слушаете дерьмо, наполняетесь дерьмом. Слушаете нектар, наполняетесь нектаром. Выбирайте, как вам жить. Если вы хотите одно дерьмо слушать, не будет сил жить. Понимаете? Или, допустим, вы говорите, я пробежки начала делать. Кому говорите соседке, которая во всём сомневается? Она такая, ну уже заранее знаете известный ответ. Да зачем нужны эти пробежки вообще? Это всё верунда. Живи своё удовольствие, да и всё. Хорошо, завтра, на следующий день ты уже не побежишь. Почему? Потому что она тебя загасила. Общайся с теми, кто имеет веру, такую же, как ты, чтобы у тебя энергетика повышалась, чтобы тебе легче, радостнее было жить. Вот представьте, вы пообщались, человек вам рассказал, как ему классно жить. Он мне помогает. Всё. Для чего я эти ответы на вопросы делаю? Как вы думаете, что вы вдохновлялись примерами людей, как надо менять свою жизнь? Вот и всё. Потому что многие люди уже что-то меняют, что-то делают, они говорят об этом, вы слушаете. И так идёт процесс отмена. Нужно учиться этому всему. Также нужно понять, что есть огромная сила, которую мы недооценили в своей жизни. Понимаете, мы очень сильно оценили там айфоны всякие там и так далее. Но мы недооценили, очень сильно недооценили влияние звука на нашу жизнь. Влияние отношений с Богом на нашу жизнь сильно недооценено в психике людей. Поэтому столько несчастных судеб. Понимаете? Надо понять, что прославлять надо не только жену в жизни. Не только жену. Запомните, самый лучший способ вообще строить отношения любви – это прославление. Не надо бояться прославлять Бога. Вот, допустим, обычно люди молятся, думают, что Бог, Он такой старый уже, Он же вечно живет, Он старый такой, наверное, у него склероз. Поэтому он, блин, забыл про меня. Надо ему постоянно напоминать. Господи, там, помоги мне в том, помоги мне в том, помоги мне в том. Он такой, о, сейчас помогу. Потом опять забыл, да, что ты будешь делать. Опять, помоги мне в этом, дай мне то, дай мне сё. И Он такой, вроде слышит, но как-то, то ли некогда, то ли забывает. Понимаете? Это тупейшее отношение к Богу. Тупейшее, понимаете? Потому что, если что-то вам не помогает, значит, не положено. Ну, нельзя. Не положено, значит, нельзя. Вот, допустим, хочу замуж, хочу замуж. Сейчас нельзя, потому что, если сейчас встретится тот человек, который тебе должен встретиться, ты не сможешь рядом с ним жить, и вообще одна останешься. Второй раз, как бы, не будет Бог давать одно и то же. Всё. То есть, почему не дает? Потому что не время. Вот если человеку приходит время, вот, допустим, кто-то побеждает свою судьбу, Бог не ждёт ни секунды. Вот девушке положено уже, она, как бы, победила себя, стала такой хорошей, чтобы принести кому-то счастье. Да сразу найдёт мужика. У него мужиков несчастных море. Одна девушка, да сразу выбирай. Вот этот понравился? Нет. Следующий, вот этот понравился? Нет. Ну, а вот этот? Нормально. Ну, давай, всё. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-парарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Всё. Объявляетесь мужем и женой. Всё. Но проблем, понимаете? Проблема стать человеком. Найти себе другого, который, как бы, если один врач мне подходит, говорит, когда у меня клиенты будут, Олег Геннадьевич, я уже и так рекламуюсь. Я говорю, лечить научишься, сразу будут клиенты. Люди сами всё будут узнавать, даже рекламы не надо. Бог в сердце человека реагирует. Если ему поможет, человек чувствует, что этот человек ему поможет. Он сам бежит, идёт, находит этого человека в жизни. У меня сколько случаев таких было вообще в жизни? Одна девушка в аэропорту сидит. Ну, я сел со своим помощником, общаюсь, она сидит, слушает наушники. Потом такая, как бы, такая... Меня слушают в наушники, меня в наушники, мне в наушник прям, мы не знакомы, в ухо сует, в наушник не в ухо. Говорит, это ваш голос? А я, мне на самолёт надо? Я говорю, мой. Она говорит, у меня есть вопрос. Сильно надо было, Бог посадил рядом. Видите, как здорово Господь действует. Вот. Ну, то есть, у него нет проблем, понимаете? Если человек вот созревает, нет проблем. Надо просто это понять, и поэтому не надо ничего ждать в жизни. Ждать — это зря силы терять. Есть два способа жить. Один способ ждать, другой — делать. Никогда не жди. Если ты что-то ждёшь, значит, ты зря теряешь время. Иди, беги, молись, что-то делай, понимаете? И если ничего не будешь делать, не дождёшься. Не дождёшься. Вот, допустим, если с психикой проблемы, что надо ещё, кроме Аске, сделать? Надо ещё общаться, идти в клуб «Благость», дружиться там, общаться с людьми. Если ты с людьми не можешь общаться, как ты с мужем будешь общаться? С друзьями общаться в тысячу раз легче, чем с близким человеком. Потренируйся на друзьях, на подружках, прежде чем вступать в личные отношения. Потренируйся, стань как бы покладистым в отношениях с друзьями, подружками. Тренируйся на людях, прежде чем как бы идти замуж или жениться. Очень важно понять, что вот это вот прославление Бога – это целая наука, понимаете? Надо научиться так славить Бога, не простить у Него ничего, а наоборот, стараться Ему отдавать своё сердце. Как только мы начинаем отдавать Богу, о чём ещё мы можем Ему? Мы только можем Его прославлять. У нас всё, что в этом мире есть, это Ему принадлежит. Мы ничего Ему не можем отдать. Но мы можем Его прославить просто. И поэтому и древние придумали такие молитвы, допустим, «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже!» Ну, то есть, это древняя молитва, понимаете? И вот эти молитвы, побеждающие судьбу, они очень короткие. Они состоят только из прославления Бога. И всё. Или «Альхамдулили», или «Альхамдулили», или «Альхамдулили». Это что за молитва? Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. «Аллилуйя, Аллилуйя!» Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Это самый лучший способ побеждать судьбу, потому что в тот момент, когда ты благодаришь Бога, Он начинает для тебя что-то делать. Теперь вы скажете, «Чё, Он так не может, что ли, просто начать что-то для меня делать? Я же Его любимая!» а пока я спасибо тебе�롱ло, или Г Алятскому. И ты его наверное равен, больше быть пять и Lily 약간, когда у вас выше, и Д esqueпередура先,